Из виски по телефону наша съемочная группа отправилась узнать, как живут в одном из муниципальных образований округа. На Ринмаре подсчитывают старый фонд. Более 40 домов в округе признаны аварийными. Делегация по морю посетит Ненецкий округ. Цель визита – подписание соглашения о сотрудничестве. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Наш корреспондент Олег Хатанзейский отправился в командировку по Печоре, чтобы своими глазами увидеть, как живет Великовисочная. Это село в результате конкурса выиграло 8 миллионов рублей. Как передает журналист по телефону, осваивать эти средства уже начали. Полным ходом идет благоустройство. Благоустройство Великовисочного сейчас идет полным ходом. В селе обновляют пешеходные тротуары. Строители в основном – это местные мужчины. Работа ведется практически ежедневно. В планах сельской администрации не только обновить устаревшие дорожки, но и возвести их там, где раньше не было. Помимо прочего, в ближайшее время в Виске, Лабашском и Тошвицке, эти населенные пункты входят в состав одного муниципального образования, начнется возведение так называемых понтонных причалов. В регионе, кстати, подобных еще нет. Материалы уже везут, но и также в Лабашском и Тошвицке появятся небольшие вокзальщики, где пассажиры смогут ожидать теплоходы. Но, знаете, коллеги, что касается Великого Височного, то здесь сейчас набирает обороты история, связанная с новым многоквартирным домом для малоимущих граждан. Строения по контракту должны были построить еще в декабре 2013 года. Подрядчик-предприниматель Воробьев, он из Наринмара. Однако в жилое здание людей пустили лишь в мае этого года. Прошло уже три месяца, а дом буквально рассыпается на глазах. Наша съемочная группа видела все это лично, своими глазами. Строение возвели с грубейшими нарушениями. Глава исполняющей обязанности главы сельсовета призналась, жить в таком доме сейчас опасно, да и холодно. Даже сейчас, вот летом в квартирах всего 8 градусов. И это при работающих радиаторах. Что будет зимой, представить на самом деле несложно. Строители все недочеты пообещали устранить с открытием навигации, однако никаких работ до сих пор в этом доме не ведется. Помимо этого, вокруг жилой двухэтажки настоящая свалка, разбросан строительный мусор. Но и его подрядчики убирать не торопятся. Конечно, узнать причины и делать определенные выводы, находясь в виске, мы сейчас не можем, это неправильно. За объяснением необходимо обратиться к строителям и заказчикам объекта. Мы это обязательно сделаем. Но то, что дом, мягко говоря, проблемный, это факт. Если в Великовисочном проблемы с новым фондом, то в Наринмаре подсчитывают старый фонд. Более 40 домов в округе признаны аварийными. Из них 33 находятся в Наринмаре, 8 в поселке Искатели, 1 дом в селе Тельвиска. Высокая доля ветхого фонда обусловлена тем, что более 30% жилья построено до 1970 года. В этот активный период освоения территории округа части жилья возводилось как временное. На сегодняшний день 25 аварийных домов уже включены в реестр первого этапа подпрограммы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Под расселение попадают дома, износ которых превышает 65%. До конца текущего года специалисты Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта должны подготовить перечень ветхих и аварийных домов для включения во второй этап подпрограммы. Всего на реализацию мероприятий по переселению предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. В 2015 году – 449 миллионов. На 1 января 2015 года регион выполнил все обязательства по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Напомню, подпрограмма по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья рассчитана до 2020 года. Малый противолодочный корабль «Наринмар» примет участие в военно-морском параде на рейде Северной Двины. Он пройдет 26 июля в рамках празднования Дня ВМФ. В честь предстоящего праздника губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин направил свои поздравления капитану корабля «Наринмар» Эдуарду Ромашову и командиру Беломорской военно-морской базы Северного флота Владимиру Воробьеву. Жители НАО гордятся тем, что в составе Северного флота демонстрируют оборонную мощь российского государства корабль с именем славного города Наринмара, отметил в поздравлении губернатор. Кроме парада, в День военно-морского флота в столице Поморья представят показательное выступление морского спецназа. С высадкой десанта, выступление духовых оркестров, организуют выставку вооружения Беломорской военно-морской базы. Участие в празднике примут ветераны Великой Отечественной войны и флота. Участие в параде примет и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. А уже 5 августа делегация Поморья посетит Неницкий округ. В Наринмаре Игорь Кошин и Игорь Орлов подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ определит пути дальнейшего взаимодействия двух регионов в торгово-экономической, социальной, культурной и иных областях. Самые главные принципы наших взаимоотношений с Архангельской областью были определены год назад, когда мы подписали договор о взаимодействии при осуществлении полномочий. Органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Сегодня эти договоренности работают на 100%, создавая нам прочную основу для дальнейшего конструктивного взаимодействия, прокомментировал предстоящее событие Игорь Кошин. Мурманский режиссер планирует снять в округе фильм. Преступность в Неницком округе снизилась почти на 6%. Правоохранители округа подвели итоги. Сценарий киноленты уже готов. Мурманский режиссер Владимир Кузнецов планирует снять в округе документальный фильм об оленеводах. Преступность в Неницком округе снизилась почти на 6%. Насколько эта цифра положительна, обсудили на расширенном заседании коллегии окружного ОМВД. Представители ведомства отчитались о результатах работы за первое полугодие 2015 года. 317 преступлений за 6 месяцев. Показатель зарегистрированных правонарушений снизился на 5,7% по сравнению с прошлогодними данными. По темпам снижения преступности Неницкий округ занимает 6 место в стране. Положительная динамика наблюдается и в раскрываемости дел разной сложности. За январь и июнь месяц текущего года всеми правоохранительными органами округа раскрыто 194 преступления. Это плюс 6% и на 25% больше раскрыто преступлений прошлых лет. По остатку нераскрытых преступлений сократился на 25% в абсолютных цифрах. Это с 95 до 74. О том, что работа полицейских востребована, говорят и обращения граждан. За первые полгода их поступило более 3800. Показатель для округа самый высокий за последние 10 лет. Тем не менее, треть всех заявлений остаются без возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Особое внимание управление уделяет экономическим преступлениям против государства и незаконному обороту наркотиков. Несмотря на отдаленность региона, округ является определенным рынком сбыта. За 6 месяцев текущего года сотрудниками полиции пресечено 19 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 62 грамма наркотических средств, что составляет 44,6% всех изъятых в округе. По словам заместителя прокурора, который принимал участие в заседании коллегии, положительные цифры не раскрывают всей сути. Анализ снижения преступности показал – снизилась преступность средней тяжести. Количество особо тяжких выросло на 30. Если делать более глубокий анализ, получается, что преступность у нас общая упала на 6%, а рецидивная преступность упала на 25%. О чем это говорит? Это говорит о том, что в совершении преступления вовлекаются новые лица. А это неправильно. Мы, соответственно, увлеклись профилактикой ранее судимых, но не занимаемся в той мере, в какой это положено, профилактированием совершения, вовлечения новых лиц в совершение преступлений. Заместитель прокурора сделал акцент на работе с лицами, которые входят в категорию риска. В прошлом году на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений было отмечено – привлечение населения к спорту и физкультуре предотвращает преступность. Также зампрокурора отметил необходимость ускорять рассмотрение дел, которые месяцами лежат без принятия решений. Из-за волокиты нарушаются права пострадавших. Положительные результаты принесет и плодотворное сотрудничество с другими органами правопорядка. В Ненецком округе мурманский режиссер Владимир Кузнецов планирует снять документальный фильм об оленеводах, участвовавших в Великой Отечественной войне. По его словам, сценарий киноленты уже готов. Впереди работа по сбору архивного материала, видеосъемка и монтаж. Первыми фильм об участии оленеводов в Великой Отечественной войне снял творческий коллектив Ненецкой ТРК, телеканал «Север». Путь подвига – так называется документальная лента, волнующий рассказ о формировании, олено-транспортных эшелонов и сложном переходе людей и оленей из Большеземельской тундры в Архангельск, Мурманск и на Карельский фронт. Первая команда четвертого эшелона шла в сторону Архангельско-Пинежским трактом, по которому уже прошли три эшелона из Нижней Пеши и эшелон из Республики Коми, в составе которых 13 тысяч оленей. Огромное стадо начисто съело весь подножный корм. Оленям первой команды четвертого эшелона есть было нечего, и к мизине они пришли истощенными. Далее их путь лежал на Архангельск, но по непонятным причинам команда оказалась далеко от города, в селе Ломоносово. Вслед за первой командой из Коткина в сторону Нижней Пеши отправились вторая и третья. Творческая группа ТРК провела большую исследовательскую и поисковую работу. В съемках фильма приняли участие жители нашего округа Архангельска и Мурманска. Премьера фильма состоялась 9 мая 2010 года на нашем телеканале. Уже через месяц на ТРК стали приходить награды, но фильм не выдвигался на участие в фестивалях. Путь подвига путем мониторинга получил признание Всероссийского конкурса «Патриоты России». Это гран-при Всероссийского конкурса «Смиротворец» – одна из самых престижных наград в России. Я получала эту награду на большой сцене Малого театра в Москве и видела взволнованные лица зрителей, которые смогли познакомиться с героической историей оленеводов нашего края. Всего фильм получил 5 наград. Конечно, уместить подвиг оленеводов в одном фильме совершенно невозможно, поэтому мы очень рады, что Владимир Кузнецов приезжает к нам в округ и снимет еще один фильм. Мы желаем ему большой удачи. Лента будет называться «Они сражались за родину» и станет частью проекта Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ближайшее время Кузнецов планирует приехать в Нинецкий округ, где он встретится с потомками оленеводов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Режиссер побывает в стоябище оленеводов. Анастасия Саботович, Мария Кравченко, Александр Дуркин. Телеканал «Север». С городища Пустозерск приходят новости о первых находках. Археологи сняли первый слой с земли и обнаружили предметы быта жителей Пустозерска. С городища Пустозерск приходят новости о первых находках. Напомню, в начале недели наша съемочная группа побывала в лагере экспедиции. Тогда они только готовились к археологическим раскопкам. Группа археологов под руководством Сергея Пархимовича, опытного исследователя легендарного сибирского города Мангазея, сейчас изучает один из участков городища и будет работать там до середины августа. Исследователи планируют раскопать 2,5 метра культурного слоя. В ходе работы специалисты фиксируют все слои почвы, фотографируют находки, делают зарисовки. Предположительно, на месте раскопа находятся дома или хозяйственные постройки, которые могут относиться к разным векам, начиная с 19-20 веков в верхних слоях и 16-го в нижних. На данный момент сняты только верхние слои почвы, но уже сделано несколько находок. Среди первых монета 18 века, топор и фрагмент кожаного чехла. Осторожно, грибы-убийцы! Такими заголовками СМИ пугали жители Подмосковья с начала лета. Там в лесах появились грибы-мутанты, с виду обычные, внутри ядовитые. Какие грибы растут в Ненецком округе? Чтобы узнать это, на тихую охоту отправилась Валентина Чибичек. Грибы есть, растут везде. По данным энциклопедии, их у нас около ста видов. Плюс десяти им хватает, чтобы вырасти и порадовать грибника. Я к последним не отношусь, поэтому пригласила специалиста природопользования Сергея Вячеславовича Козлова, чтобы выведать, какие грибы самые вкусные. Но сначала очень важный вопрос. Так ли много в нашей тундре несъедобных, ядовитых грибов, которые представляют опасность для людей? Нет, у нас мало таких грибов. Основные здесь мухоморы, красные, пантерные, бледные поганки. А с чем это связано, что в средней полосе их много, а вот здесь в поляре их меньше? Ну, как бы у нас здесь почва беднее, и разнообразие, естественно, меньше, чем в средней полосе. О, а вот это что за гриб? Ну, вот этот гриб – это козляк. Вот, или маховик еще его называют. Он какой-то съедобный, несъедобный? Он условно съедобный. Его, в принципе, можно отваривать, пожарить. А условно это почему? Ну, условно это… Вообще грибы делятся на четыре категории. Есть первая категория, самая лучшая, их даже в сыром виде можно есть. Есть второй категории, третий и четвертый. Так вот, это относится к четвертой категории. Как бы, ну, это когда вообще год голодный, когда грибов хороших нету, то вот можно, в принципе, даже вот эти маховики собирать. И это… жарить их, варить и употреблять пищу. Вот, а это у нас масленок. Тоже относится к группе маховиков. Но он более, как сказать, лучше. И он уже где-то к третьей категории относится. То есть у него больше питательных и полезных веществ. Да, более у него… Вот. Очень вкусный, когда его пожаришь на сковородочке с маслом. Вообще замечательный гриб. Скажите, как все-таки правильно собирать грибы? Кто-то говорит, что их нужно выкручивать, кто-то говорит, что нужно срезать аккуратно и оставлять корень. Вот ваше мнение. Лучше всего его срезать, конечно, оставлять корешок, как бы, ну, нижнюю часть гриба, так скажем, не корешок, потому что у него корней нету, у него не кориза. А кто-то говорит, что вот этот вот корень потом будет гнить и ничего из него не вырастет. Из корня ничего не вырастет. А вырастет из… вот там, если сейчас… я его вытащу. Вот я его вытащил. Вот эта вот часть, вот эта вот, корневая микориза, так скажем. И вот из нее, из нее грибы-то вырастают, они вот не из этого, не из тела, из этого. О, это уже какой-то, наверное, благородный гриб, да? Ну, да, этот уже гриб у нас подосиновик или в простонародье его называют красноголовик. Какой он категории относится? Он относится к первой, ко второй категории. Северные люди, можно сказать, основное это и собирают красноголовики и белые грибы. Грибы – это как бы считается самые лучшие грибы здесь у нас. Они предпочитают грибы благородные. Ну, попробуем срезать, а вы скажете, правильно или нет. Вот так вот, под корень его, да. Корень остается, немножко прикрываем и кладем в корзину наш урожай. Сразу можно не ложить, вот тут посмотри. Ножки очень вкусные у них, поэтому их червь съедает в первую очередь. Вот, и желательно, если черевевая ножка, ее сразу нужно обрезать. То есть, прям сразу? Видите? Ага. Черевом поражен. Вот, а так и в корзинке будет и места побольше, еще можно грибов собрать. Этот красненький – это козляк стоит. А вот этот маховик настоящий, его, в принципе, сейчас можно срезать. А он к какой категории относится? Маховики – третья категория. Ну, вот у него характерно вот это вот, желтого цвета. Встречаются вот эти вот волнушки розовые. Тоже хороший съедобный гриб, он третьей категории. В основном его на солении используется, то есть засаливают. Ох, вот оно счастье грибника – очень удачная полянка. Это красноголовики, подосиновики. Вот так их и собирают – по грибочку и в ведро. И еще целых два. Просто грибное счастье. Понятно, почему это называется тихая охота – азартное занятие. Ах, красавчики. О, такого бы гриба еще не находили. Ну, это, в принципе, обычный гриб, подберезовик. Тоже считается ценным. Да, съедобный гриб. Второй категории, пожалуйста. Это будет завершающий аккорд нашей прогулки грибной. Посмотрите, мы погуляли несколько минут, а грибов – целое ведро. Замечательно. Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Сергей Козлов, Валентин Ачибич и Дмитрий Лукевич из Леса, телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, кабельном вещании и в IP-телевидении НКС, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Далее прогноз погоды.